Девять объектов теплоэнергетического комплекса отремонтируют в нашей области за счет регионального бюджета в текущем году. Работы пройдут в семи муниципальных образованиях. Такое решение приняло правительство Верхневолжья на своем очередном заседании. Несмотря на то, что текущий отопительный сезон в самом разгаре, власти Верхневолжья уже начали работу над подготовкой к следующей зиме. Основное внимание муниципалитетам. Из-за регионального бюджета средства на капитальный ремонт объектов теплоснабжения получат зато Озерный, Вышневоловский городской округ, Торжовский, Торопьевский и Фировский районы, а также Лесной и Спировский муниципальные округа. Проведение работ на объектах там позволит снизить аварийность на сетях и котельных. Мы видим по данному году, что все равно продолжаются в некоторых муниципалитетах порывы. Пускай это небольшие отключения, кратковременные, но все равно это остановка регулярной деятельности системы тепло- и водоснабжения. До начала следующего осенне-зимнего периода будут отремонтированы 3 котельные и 6 участков тепловых сетей общей протяженностью более 3,5 километров. Помимо повышения надежности работы, это даст снижение теплопотерь, что должно отразиться на стоимости. Финансовый вопрос в системе ЖКХ – это еще одно направление работы власти Тверской области. Для этого ведется полномерная консолидация коммунальных активов под крылом регионального правительства, где четко понимают – тепло, вода и электроснабжение не должны ставить своей первоочередной задачей извлечение прибыли. Получение дивидендов не является приоритетом, как для других частных компаний. Эти дивиденды или эту прибыль мы полностью должны вкладывать в развитие и модернизацию всей инфраструктуры. Мне кажется, это основная задача сегодня системы ЖКХ и системы управления имуществом Тверской области. Планирование ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства региона продолжится и дальше. Губернатор Игорь Руденя уже поручил Министерству энергетики и ЖКХ Тверской области представить предложение по проведению ремонтов на дополнительных объектах теплоэнергетики в муниципалитетах.